Почти полчаса потребовалось спасателям, чтобы вызвались погибшего из раскуроченного автомобиля. От удара машина согнулась практически пополам. Гидравлическими ножницами сотрудники МЧС срезали крышу машины, а только после этого им удалось извлечь водителя. По словам очевидцев, в первые минуты после аварии 40-летний мужчина еще дышал, но к моменту приезда медиков скончался при себе. У него были паспорт, водительское удостоверение, документы на машину, поэтому установить личность погибшего удалось на месте. Он обгонял по встречке всех. Ехал со стороны разъезда во здание, на разделительный вышел и на кашу просто записывал его. Получается, гонял он по дороге, да? Не то, что выгонял, ехал с превышением скорости. Очевидцы говорят, на этом участке дороги постоянно происходит авария. А все из-за того, что улица Васильченко не оборудована светофорами и камерами. Вот некоторые автолюбители и разгоняются. Просто здесь нельзя гонять. Здесь камер надо поставить. Самое главное. Камера должна стоять. Камера тут стоит или нет стоит? Так здесь не стоят, здесь все под 100, под 150 летают. В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГАИ. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24.